Всем самый добрый день, мои хорошие! Ребят, слушайте, так интересно! Я впервые попала на разведение мостов. Вы посмотрите! Я сразу не поняла, что произошло. Почему? Опустились такие, как шлагбаумы. И светофор показывает остановить движение. И оказывается, здесь мост поднимается! Ага, проходит, вот видите, проходит корабль. Ух ты, как интересно! Никогда я такого не видела! Все остановились. А я думаю, ну что такое произошло? Смотрите, как интересно! Класс! Это огромная-огромная такая яхта какая-то. Опускается назад мост, видите? Ой, как интересно! А я еду в бассейн. А вот он внизу, этот бассейн уже. Мне, в принципе, просто свернуть сейчас вниз. И уже я на месте. Это центральный бассейн на Эриксдаусбаде. Я вам показывала уже. А это я попала на разведение мостов. Уже так интересно! Представляете, махина какая! Вот это да! Класс! Интересно! Все, подняли шлагбаумы. И мы сейчас поедем. Вот так вот. А вот этот яхт-клуб. Куда видно и шел. Здесь вот под мостом. Вот этот кораблик. Я не знаю, вот этот, не вот этот, но какой-то большой корабль шел. Видите? Так охраняемая территория. Частная. Красиво здесь. Я уже приехала, оставила машину там на парковке. Идемте. А вот папочка, например, идет. Тут уж вы знаете, да, в Швеции декрет делится пополам. И мужчины, и женщины. То есть и папы, и мамы. Очень много, очень много. А в бассейне сколько папочек с детками. Я наблюдала неоднократно картину. Там двое деток. Один вообще в такой люлечке, знаете, как... Ой, какая красотень. Люлька такая, как для новорожденного, как для машины. Он поставил его, а со вторым ребенком плавает. Вообще. И это обязательное условие, чтобы и папа, и мама в декрете были поровну. Какой бы там карьерой он не занимался, какая бы карьера у него не была, или у нее. Декрет обязателен. Людей нет. Еще так много. Тем не менее. Будут, будут. Я рано. Сколько еще? Десятей нету. Ну, даже если... Ой, под горочку. Хорошо. Тренировка. Если даже было бы много людей, мне уже в этот раз не придется стоять в очереди. У меня... У меня... Есть вот такой вот абонемент, который я просто прикладываю, сканирую, и пошла. А там кассы просто. И... Вот бассейн. Столики можно посидеть. Сейчас пройдем. Так спокойно разъясняет учитель, наверное. Да, еще мало людей. Но будет миллион точно. Ведь вот здесь кассы. Там покупаешь билетики. А я иду напрямую. Прикладываем. Ой! Ой, блядь, не туда прикладывай. О-о-о! Кину. Ну, людишки собираются. Видите, по чуть-чуть. Я пойду вовнутрь. Там массажики подводные. А может, потом выйду сюда еще здесь. А, побуду. Можно полежать, позагорать. Вот это все я бы... Гляньте, сколько яблок. Ой, полно. Я на дачу вчера ездила. А Роберта отвезла с Бонькой. Ой, у нас столько там черной смородины. Малины. Валом. Ну, идемте, мои хорошие. Здесь такая вот раздевалочка. Я так быстро покажу, пока никого нет. Симпатичные ребята. Ощущения, как всегда, просто шикарные. Шикарные. Ну, есть ложка дегтя. В этом всем шикарном настроении. И сейчас я вам расскажу, что меня бесит. Что меня бесит в организации вот этого всего плавательного комплекса. Людишек стало побольше. Да, сейчас подтянутся. Жара, слушайте. Уже 30 градусов. Ах, значит, что... О, и очередь уже образовалась. Значит, что мне очень не нравится. Это меня бесит просто. Это во всех бассейнах. И на фаршке, где я была, тоже вам показывала. И здесь. Ситуация в следующем. В душе, да, в душевых, в раздевалках женских присутствуют мальчики. Это уже, знаешь, как-то мальчиком, прям ребенком. Его не назовешь. Мальчики по 10, по 12 лет. Ладно, когда... Видите, сколько людей уже в очереди. Ладно, когда... Пойду сюда вниз по яхточкам. Пройдемся. Ладно, если привели ребенка, ну, такого маленького, или там трех-четырех лет. Ладно, боже мой. Естественно, он же сам не пойдет как бы в мужскую раздевалку, если он с мамой пришел. Я это все понимаю. Но когда стоят здоровые лбы, с членами по колено, блядь, какого хера? Как бы сказать, чтобы я такая прям стеснительная и сноб? Нет. Но мне неприятно. Я не хочу, например, перед ним раздеваться. Ну, как бы, это мое право. Хотеть, не хотеть. Почему я должна перед ним стоять голая? Короче, меня это так бесит, я не знаю. Никто ничего не говорит. Ну, и я, конечно, молчу. Ну, как бы у меня и шведского такого хорошего нет. Чтобы сказать, а с другой стороны, ну, что я скажу? Ну, что мне ему сказать? Отвернись и спрячь свой член. Ну, что мне ему, блядь, сказать? Короче, я прям злая на это все. Но бассейн здесь классный. Вообще, я пришла, людей было немного. Классно. Прям классно. Супер. Мне очень нравится. И как-то по головам не прыгают, как там вот я в прошлый раз была на фарште. Все супер. Ну, кроме вот этого момента. Эти мальчики, они в сауне сидят. Они голые. Все сидят. Ужас. Мне... Ну, меня это... Не знаю. Меня это прям... Это не раздражает. Меня это выбешивает. Я не знаю, какие еще подобрать слова. Ну, что делать? Что делать? Я не думаю, что девочки 10-12 лет в мужских раздевалках. Да нет. Всех этих девочек я вижу у нас в душе. Но почему мальчики, блядь, у нас сидят? Я понять этого не могу. Почему сидят у нас мальчики? Короче, ужас. Фу, мне это так не нравится. Ой, не знаю. Простите за мой французский. Ну, прямо у меня очень. Их несколько было. Сегодня их было просто несколько. О, смотрите, как красиво. Это вот эти вот кораблики, которые туристические. Видите, пошел. И сейчас он так вокруг, вокруг, вокруг. Экскурсионная. Классно. Ой, конечно, здесь очень классно. Обалденно. Супер. Мне так нравится. Вот так вот, ребята, наболевшим поделилась с вами. Но все равно приду еще раз. Всем самого классного. Субтитры сделал DimaTorzok.